Дорогие наши зрители, дорогие наши слушатели, здравствуйте. Дорогие мои, я буду говорить о недвижимости сегодня, я буду говорить очень много сцены вещей и очень хочу, чтобы вы внимательно это все послушали. Идея заключается в том, чтобы мы с вами могли именно научиться зарабатывать в недвижимости. Не знаю, недвижимость вам нравится или нет, разные люди по-разному подходят к этому, но я заработал свой первый миллион недвижимости. Я очень люблю недвижимость, что делать, как делать и так далее. Один из моих направлений именно недвижимость. Я сейчас сегодня немножко буду рассказывать вам, о чем я буду говорить в конференции, но между этими даю немножко-немножко-немножко сценности, чтобы вы что-то после этой встречи брали для себя. Это абсолютно водная встреча, именно просто встреча, которая, что надеюсь, что для кого-то из вас это становится начало пути его жизни. Я уверен в этом. Почему? Потому что у каждого из нас есть какая-то мечта, у каждого из нас есть какая-то в душе, знаете, вот какая-то, знаете, вот какая-то цель, как стать больше, чем кто-то есть. Любой человек подсознательно мечтает стать лучше своего версия и добиться большего, чем раньше. Это же самоутверждение, это же и есть смысл нашей жизни. Мы не можем в одном уровне стоять. Когда у вас есть хорошая машина, вы хотите еще лучше. Когда у вас есть хороший дом, вы хотите еще лучше. У вас есть немножко знаний, вы хотите быть еще мудрее, еще умнее. И это нормально. Плохо, если человек не стремится к этому. Когда человек не стремится к этому, это тот момент, когда он духовно умер, когда он умер внутри, его надежда исчезла. Когда надежда человека исчезла, дальше он ни к чему не стремится. Посмотрите, даже трава. Трава, посмотрите, обычная трава растет. Каждую ночь, каждую сутку беспреревно растет. Это закон жизни. То же самое и здесь. Но это не означает, что это якобы обычные люди, у кого беднее мышление, они это не понимают. Они будут это императрировать таким образом, что постоянно работать, постоянно хотеть, что ли. А когда смиренность добываешься, смиренность совсем другая. Смиренность совсем другая. Жадность совсем другая. Смиренность это когда вы благодарны за то, что вы имеете. Вы благодарны за то, что у вас есть, но вы продолжаете вкладывать усилия, чтобы еще добиться большего. Быть еще больше полезным. Понимаете, Сократ говорит такую фразу. Лентяй не тот, который ничего не делает. Лентяй это тот человек, который делает меньше по сравнению, к чему он способен. Я повторяю, это слова Сократа. Вы знаете, что Сократ жил еще до начала нашей эры. И он еще в древней-древней времен, Афине, сказал такое. Или в начале Римской империи, что ли, вот тогда, в общем. И он говорил так. Вы представьте, лентяй не тот, который ничего не делает. А лентяй тот, который меньше делает по сравнению, к чему он способен. Я знаю, что когда задаешь себе этот вопрос, ты начинаешь понимать, что вообще-то, если захотели, мог бы что-то сделать чуть больше. Бизнес недвижимости. Один из самых выгодных бизнесов, который я знаю. Потому что мы знаем огромное количество людей, которые в недвижимости стали богатыми. Вы прекрасно знаете. Посмотрите любую компанию. В Москве посмотрите компанию ПИК. Самая крупная компания недвижимости. И огромное количество компаний, которые мельким объектом занимаются, и они тоже с деньгами. Казахстан посмотрите. Одна из миллиардных компаний. Это какая? BI Group. Миллиардная компания. Не маленькая. Миллиардная компания. Узбекистан посмотрите. Аква. Не знаю, в Таджикистане какая компания этим занимается. Номер один. Кыргызстане знаю компания. Авангард стиль. Многие эти компании я консультировал хоть раз. В многих этих компаниях я общался, видел и так далее. Поэтому недвижимость это такой бизнес, в котором очень выгодно работать, зарабатывать и так далее. Объекты недвижимости. Они, если вы внимательно обратите, это социальная потребность. Если вы научитесь недвижимостью заниматься, одновременно вы действительно решаете социальную потребность. То есть это другими словами вы помогаете. Вы свой город делаете лучшее и так далее. Экономическая потребность, видите, она связана с этим, потому что все хотят, чтобы иметь какой-то запас. Это благое дело. Если посмотреть полезность, самокупность, юридических прав, характеристика, статус человека и так далее. Например, если вы с кем-то разговариваете, вы сразу спрашиваете у кого-то, а что у него есть. Люди уже подразумевают, когда видят, а что у него есть. Всегда люди сразу легко понимают, если есть что-то в виде недвижимости. А если что-то, чего-то в виде другое есть, они мало его понимают. Если вы скажете, что он хозяин, например, Google или хозяин Alibaba, может быть, наш народ даже не понимает. А большинство людей не понимает этого. Но наши, особенно бывшие СНГ, большинство понимают, когда есть реальная недвижимость, которую они могут посмотреть и видеть и так далее. Недвижимость может стать очень хорошим источником дохода. Очень хорошим источником дохода. Почему? Потому что есть много плюсов недвижимости. Я буду говорить много хороших цен. Пожалуйста, внимательно послушайте, чтобы для себя делать выводы. В этом курсе, в этом четырехдневном курсе, который проходит каждый день, я буду делиться тот мой собственный опыт. Собственный опыт, который я прошел. Возможно, мой опыт кому-то из вас подходит, кому-то из вас не подходит. Но мой опыт отличается от опыта многих, например, успешных людей, которые вы видите. Чем отличается? Чем отличается мой опыт от опыта многих людей? Именно тем, что я не получал наследствия. Я стал успешным не благодаря какой-то агашке или тагашке, или дяде, или кого-то, кто мне помогал, тендрадовал или что-то. Нет. Я стал успешным не благодаря того, что просто повезло. Нет. Я стал успешным благодаря молитве, благодаря постоянному труду, беспрерывный труд, стабильный, планированный и так далее. И кое-что понял. Мой путь легко повторять. Мой путь могут дублицировать, мой путь могут копировать и на 90% любой человек, кто захочет. И она доступная. Я послушал много, например, миллионеров и миллиардеров, их опыт и послушал их, например, пример и так далее. Не каждый человек может их повторять. Это правда. Не каждый может. Как вы думаете, многие захотели повторять, копировать Макдональдс, или копировать Алибаба, или копировать, скажем, даже Алишеру Усманову, или там, не знаю, давайте вот те, которые сейчас даже российские миллиардеры и так далее. Вот разве мало кто хотел. Майл.ру или Яндекс и этих. Многие хотели копировать. А что, все, правильно у них получается? Нет. Потому что, действительно, я внимательно посмотрел на это. У большинства из них путь был, какие-то особенные моменты, которые очень не каждый могут это повторять. А мой путь чем-то отличается. Он немножко отличается. Я не знаю это, наверное, потому что я очень простой парень. Я вырос в селе из простой семьи и так далее. Вот так. Мой отец был в посту. Моя мама была в колхозе работала. Мне было годы, когда отец умер. И я десятый ребенок в семье. Я вырос в состательной семье, потому что в селе богатство это только было стадо. И у моего отца было большое стадо. Хотя он умер, у нас было большое стадо. Но когда в 90-е годы деньги поменялись, мы все потеряли. Как и все. Как и все потеряли в банках и так далее. И получалось, что в 95-м году, когда закончил, приехал в город, уже постепенно-постепенно страдаться за... Уменьшилось, уменьшилось, уменьшилось и так далее. Продавалось. А я приехал в город и начал работать своим трудом. И постепенно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, время гражданской войны. И через это все пришлось пройти самостоятельно. То есть поехал в Россию учиться. Полгода я работал грузчиком. Жил на улице. Языка не знал, никого не знал. Ни у кого было советоваться. Было очень трудно. Правда, было очень трудно. Потому что я не знал, что делать. Потому что... Вы представьте вот такую картину. Вы на улице. Я иногда жил в подъездах, иногда в колодцах, иногда на крыше, в каких-то складах и так далее. Но меня держала одна вера. Я сильно верующий человек. Я верю, что если сегодня судьба преподносит нам что-то, за него есть обязательно что-то хорошее. Просто иногда надо иметь терпение, чтобы до конца дойти. Я верю в том, что неудачников не бывает, но бывают люди, которые легко сдаются. Бывают люди, которые просто быстро сдаются и так далее. Вот. И вот терпливо я продолжал с помощью Всевышнего. И 27 лет удалось стать финансу свободным. 29 лет первое банкротство. 30 лет я снова поднимался. 31 год снова банкротца. И я вот банкротился. У меня были около 3 миллионов долларов долги. С конца 2007 года по 2014 году я давал долги. Основным попал в долгах в 2008 году. То есть я начал работать в 2007 году. Разные проекты с разными людьми. В 2008 году я попал в кучу в долгах. Это весной был, когда я начал автоматически просто не за что попал в кучу в долгах. И так далее. Осенью 2008 года у меня было 174 человека в долгу. Это было 1 миллион 846 тысяч долларов. А чтобы эти деньги вернуть, я начал работать, продавать то, что у меня было. Частично вернули. А что-то смог, что-то не смог. А потом работал, реабирался за разными проектами, лишь чтобы зарабатывать вернув. Но не получилось. Деньги не было наоборот. Мне пришлось еще брать кредиты на имя друзей, знакомых и так далее. В Казахстане, Кыргызстане. Потом еще я партнеров подтянул и так далее. До 2011 года у меня долги увеличивались около 3 миллиона. 13 разных проектов я участвовал. И все заканчивались новыми долгами. Я не понимал, почему так происходит. Но мое мышление, как раз, было мышление доложника. Что бы я ни делал, окончание было, то есть заканчивалось новыми долгами. Потом я осознал, что я начал работать над собой. Начал очень сильно работать над собой. Круглые сутки почти делал правильные вещи. То есть изменили себя. То есть видите, в священнике книги написано, в Коране написано. Мы не изменимся ваше положение, пока не изменитесь сами. А потом, когда я начал это делать потихонечку, и начал очень много читать, очень много работать, посещать, консультироваться и так далее. Я понял, что что-то с инструментом, который я использую для достижения моей цели, для решения моей проблемы. То есть это мои мозги. Вот с этим инструментом что-то надо делать. Бесполезно работать много, если этот инструмент имеет дефект. И вот тогда, слава богу, все изменилось потихонечку. Я к 2014 году закончил свои долги. И в 2014 году, вот сейчас вы видите дальнейшую историю тут, как это все было и так далее. На данный момент у меня 24 бизнеса. Правда, что-то хорошо идет, что-то это кризисы. Что-то активность и равно, кризис и равно развивается. Мы гибкая компания и так далее. Ну, сейчас дальше. И вот кто я есть, немножко, чтобы вы просто представление имели. Чтобы вы хотя бы поняли, вообще стоит слышать этого парня или нет. Вот. Доход. Когда мы говорим доход, нам надо понимать, вы можете, скажем, авторские права защитить, изобретать что-то нибудь и иметь хороший доход, пассивный доход. Я рассказываю в виду о пассивном доходе. Почему о пассивном доходе? Потому что есть трудовой доход, есть пассивный доход. Трудовой доход, она всегда ограничена. Вы работаете, есть доход, но не работаете, дохода нет. Поэтому это называется трудовой доход. То есть, чем больше вы работаете, возможно, тем больше вы зарабатываете. Ну, не факт, что всегда это происходит. Но она вначале происходит, потом у вас появится хроническая усталость, потом вы готовы даже, чтобы на меньшее согласиться, лишь бы, чтобы просто не уставать и здоровье сохранять. Поэтому много людей выбирают трудовой доход только от того, что не знают, как пассивный доход построить. Авторские права – это одна из возможностей, как пассивный доход построить. Образование – это хорошая возможность, где можете вы инвестировать, получать хороший доход и так далее. Недвижимость – хорошая возможность, где вы можете инвестировать, получать пассивный доход. Дети – это классный пассивный доход, если вы хорошо их обучали, конечно. Если вы не обучали их, и они абуза для вас – это проблема. Но если у вас хорошие дети, которые, можно сказать, вы инвестировали в них, хорошо обучали их, и дальше они принесут вам доход. Это правда. Дети – это хороший бизнес, это хорошая вещь, где вы можете инвестировать, получать. Искусство. Например, вы вкладываете дорогие картины, дорогие скульптры и так далее, и так далее. Какие-то там задумки творческих людей, но они всегда накупаются. Она тоже иногда так, иногда так. Профессия. То есть вы вкладываете в себе, постоянно посвящаете новые тренинги, посвящаете. То есть повещаете свои квалификации, свой профессионализм, раскрываете свой тот талант, который Богом дано, и у вас профессионализм растет. Это дает вам больше дохода и так далее. Золото, оно не дает вам пассивный доход, только капитализация, могут произойти стоимость, у него могут быть что-то расти, и вы получите пассивный доход и так далее. Акции вы можете покупать. Акции в большинство случаев, дивиденды очень мизерные, дивиденды большие почти не бывают. Только вы получаете, если подорожание, акция происходит. В основном сейчас большинство компаний так и зарабатывают. Появили инвестиционные фонды, в них тоже можно зарабатывать, но чаще всего пассивный доход в них тоже не получаете. Почему я рекомендую вам брать недвижимость? Как один из источников инвестиций, один из источников возможности зарабатывания деньги. Потому что вы зарабатываете за счет прироста. Сам по себе недвижимость очень выгодно зарабатывать, если вы научитесь эту формулю понять. Вы можете зарабатывать за счет самого прироста недвижимости. Или вы за счет улучшения состояния актива. Например, вы взяли актив, вы его привели в норму. Это очень зависит от класса недвижимости и так далее. Это формула, как это делать. Есть А, Б, С, класса недвижимости и так далее. Как это грамотно подойти к этому. Я об этом в конференции рассказываю. То есть за счет улучшения актива уже автоматически стоимость этого актива растет. Вы на это можете зарабатывать. И, соответственно, на выгодные сделки вы можете зарабатывать. То есть если вы правильно сделка совершите, вы на это можете зарабатывать. Это зависит от того, насколько вы умеете вести переговоры по недвижимости. Насколько вы профессионал в недвижимости. Это очень-очень важный момент. Я очень много раз видел людей, которые в недвижимости, они думают, что они инвестируют. Но на самом деле эта недвижимость становится для них потом абузой и большая проблема. Когда я почитал разных вещей, я понял, что в недвижимости есть 8 позиций, которые выиграют по сравнению все остальное другое. Бизнес иногда не все люди могут вести. Иногда даже по профессиям люди не могли порой урасти сильную карьеру, создать и так далее. Остальные все позиции, когда я изучал, 5-6 позиций. То есть там это в конференции буду рассказывать, вы увидите. Сейчас я просто все не успею говорить. Огромное количество информации, слайдов у меня и так далее. И когда я это понял, это было 2000 еще, я учился в недвижимости в 2007 годах. Тогда, только-только, когда начало все подорожать. Если вы помните, в 2004 годах, по 2008 год недвижимость начали подорожать и так далее. Я начал там зарабатывать немного денег и так далее. Первый миллион я заработал именно в недвижимости. Потом, до того, когда попал в долгах, банкротство и так далее. Вот тогда понял, что в недвижимости, то есть недвижимость выиграет именно тому, что больше позиций в недвижимости. То есть я имею в виду, если скажем, что 5-6 позиций ты выиграешь от других, в бизнесах, профессиях, авторских правах и так далее. А в недвижимости есть 8 плюсов, которые очень круто помогают тебе. Контроль над активами. Скажем, что я рекомендую людям, что приобретайте только те активы, которые вы можете контролировать. У вас есть возможность контролировать. Вы не можете создавать богатство, если у вас нет шанса его контролировать. Вот, понимаете? Вот. Очень трудно порой все это контролировать самостоятельно. Например, акции. Если вы покупали акции, вы можете его контролировать? Если вы покупали акции, вы можете их контролировать? Я бы не верю. Я бы не верю, что вы можете это... Или дорогие металли, светной металл купили. Вы можете это контролировать? Не верю. Просто не верю. А вот есть вещи, которые вы сможете самому контролировать, если, конечно, вы возьмете за это. Недвижимость очень легко самому контролировать. И это очень выгодно. Самая важная вещь, что я бы рекомендовал, особенно при откризисах и так далее, лучше бы не иметь то, что ты не можешь контролировать. Особенно, когда попадают сложности, кризисы и так далее, лучше, чтобы иметь бизнесы, которые ты сам можешь управлять, ты сам можешь контролировать. За годы свою работу, за 20 лет в бизнесе, это точно понял, лучше, чем кого-либо. Я обучаю там, в этом курсе, как делать анализ рынка, как делать анализ рынка недвижимости. Потому что стратегия приобретения недвижимости, стратегия именно по какому классу, именно на что зарабатывать и так далее, и так далее, рождается у вас от умений правильного анализа. Если вы не умеете делать правильный анализ, любой недвижимость вам кажется что-то выгоднее. У меня к вам такой вопрос, как вы думаете, что самое главное в недвижимости? Если вы внимание посмотрели, в основном было три вещи, то, что мы здесь слышали, было три вещи. Место, ликвидность, еще что-то было, еще что-то было, выстраивание и так далее, и так далее. Хотите, я вам скажу, что самое важное, кто-то написал цена и так далее. Цена вообще не важна. Цена абсолютно в роль не играет. Вы можете сказать, да Влад, я против того, что выгодны. Послушай, дальше поймешь. Вот. Цена? Нет. Именно в этом проблема. Большинство людей бросается за цену. Они говорят, вау, там продается дешевле, понимаешь, срочные деньги нужны. Надо купить, ну строить же. Но зато этот, сохранять деньги. Вот. Я сейчас к этому еще вернусь. Второй мой вопрос. Большинство людей недвижимость покупает с какой цели? Просто от страха, чтобы не потерять свои деньги, как-то удержать свои деньги? Или от того, что хотят создать капитализацию? Большинство массовый народ покупать недвижимость. По какой причине или какова их мотивация? От страха, чтобы не потерять свой капитал? Я имею в виду большинство. Иметь что-то. Вот это правда. Не потерять деньги. Понимаете? Спасибо. И вот, что я заметил. Если вы из опыта, я же много раз давал вопрос, анкетировал людей, которые были на разных наших тренингах и так далее. Вот, что я понял. 90% около того, люди, в большинстве случаев приобретения недвижимости, что у них есть какая-то небольшая сумма. Они думают, что вот, если эти деньги дома держат, ты все равно их потеряешь. Давай купим что-нибудь. Ну, стоит для детей. Ну, ладно, стоит, пока дети вырастут, сдали, имев там, не знаю, 200-300 долларов дотут или что-то нибудь. Ну, пусть стоит и так далее, и так далее. Только 10-15% в разных регионах, по-разному, приобретая недвижимость, чтобы на него зарабатывать или пассивный доход получать, либо капитализация. А теперь вернемся к первому вопросу. Я вам задавал вопрос, что главное в недвижимости. Послушайте, пожалуйста, внимательно. В недвижимости самое главное – это план. Если у вас нету плана, что будете делать с этим недвижимостьом, ни в коем случае не покупайте. Даже если бесплатно дадут, не берите, потому что она превращается в пассив, содержание этой недвижимости – большая проблема. Я знаю людей, которые приватизировали заводы, старые здания, общежития и так далее раньше. А теперь, хоть верить или нет, минимум я получил более 20 предложений, которые люди мне предлагали. Мне предлагали, пожалуйста, купи, пожалуйста, вот этот объект мы в свое время купили. Не знаю, вот стоите, 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 стоите. И знаете, даже самое интересное. Один человек мне предлагал один объект, который купил территорию 10 гектаров, несколько зданий и так далее. В свое время он покупал очень хорошую цену, приватизировал, еще хорошо платили, покупал. Каждый год, когда прихожу к нему, он один объект снес. Каждый год. Я три года к нему подошел, хотел покупать этот, скажем, этот актив. И я мог его зарабатывать, потому что я знал, что делать с ним. У меня был план. Я ему предлагал цена, которая, по моим понятиям, была самая справедливая цена. А он захотел, прямо начинал, очень прямо из неба. Такие цены назвал, просто сумасшедшие. Я думал, что этот человек, значит, говорит то, что он думает. Я оставил его три года. Но самое интересное, каждый год я прихожу, он один из, например, там много зданий, несколько зданий. Каждый год я прихожу, а одну здание нету. Я ему спрашиваю, куда ты их убираешь? И он говорит, мне надоели эти налоги, приходит, мне столько там, надеюсь, что вот снимаю, кому-то продаю плитки, кому-то продаю того-того. И содержание этого актива оплачиваю. Сейчас Вилл думал, люди что-то достроят, вылечают, а он снимает и бросает все. Продают по чуть-чуть, по чуть-чуть. И, соответственно, когда он начал согласиться через три года на ту цену, о которой я вначале говорил, теперь он говорит, ладно, возьмите по отец. Я говорю, нет, потому что три большие ангара ты убрал отсюда, где они? Извини, ты их все снес. Каждый раз я прихожу, ты что-то опять сносишь. Так не пойдет. Я потом отказал от него, не сносишь, сейчас мы продали. В общем, такое, самое главное в недвижимости, это иметь план. Если у вас нету план, то есть вы не знаете точно, если у вас нету конкретной стратегии с ним, что делать, ни в коем случае не берите. Но если у вас есть хорошая стратегия, но вы видите, что она по сравнению с другими недвижимостью даже дороже. Даже дороже. Они требуют от вас дороже денег по сравнению с соседней улицы или где-то есть такие... Если у вас есть конкретный план, и вы видите, что это выгодно, берите, не смотрите на цену, она окупается. Много раз люди мне задают вопрос, когда купить недвижимость осенью, весной, летом или когда. Я говорю, любой момент, когда у тебя есть план, купи, не смотри ни на чего. Я это точно понял. Потому что если у тебя есть план, ты можешь создать хорошую капитализацию. Это вообще бомба вещь. А, конечно, другие, это то, что вы говорили, это тоже правильно. Ликвидность, это те вещи, которые вы говорили, это правда, так и есть. Я поставил небольшую динамику, видите, вот, городов и так далее. Вот, смотрите. Смотрите, пожалуйста, вот, как это все подорожало и так далее. В одном, вот, если я здесь, если вы внимательно посмотрите, вы видите, что квадратный метр вот так выросло и так далее. Почти 40 раз. Я был в шоке, когда это все изучал. Вот. Конечно, были подъемы, падения и так далее. Вот сейчас чуть-чуть подшевели по сравнению с 2009 годами, конечно. Но все равно. Все равно. Вот. Теперь. Большинство не понимает, что масштаб ваш финансовый интеллект имеет прямой связь с вашим финансовым потолком. Понимаете? У каждого человека есть финансовый потолок. И это стеклянный потолок пребывать, выйти, не у каждого получается. Вот это очень-очень важная формула, как расширять это. Как расширять, чтобы пребывать в его. Потому что вы видите только то, что читаете для себя реальными. То, что не видит ваш мозг, глаза не видят. Очень важно, чтобы вот эта схема, план. Вы понимаете? Вы смотрите на это участок или смотрите на это здание. И очень важно, чтобы у вас родилась в голове эта схема. Как это все обдумать, чтобы она появилась, стала реальностью. И это продукт вашей финансовый интеллект. Финансовая программа. У всех людей есть финансовая программа, но люди не знают об этом. Благодаря этой финансовой программе, ваш доход держится на одном уровне. Колебается и держится, колебается и держится. Например, даже если один раз случайно вы зарабатываете чуть больше, через пару месяцев обратно доход падает вниз и опять будут вот в этом уровне идти. Потому что ваша финансовая программа все восстановит, обратно привозят на этом уровне. Другой пример. Может быть, вы зарабатываете в месяц, например, 500 долларов зарплата. Даже если вы без работы остались, даже если вы два месяца, три месяца без работы остались, поверьте моим словам, откуда-то не возьмись, вот эта сумма у вас откуда-то появится. Кто-то вернет вам долг, где-то какие-то сдельные работы появятся или какие-то там предложения и так далее, и так далее. Но вы приблизительно были же или и на того же сумму все равно вы получите. Потому что финансовая программа у вас настроена на эту сифру. Он привык на эту сифру. Поэтому, пока не научив управлять своим финансовым программам и не научив расширять масштаб своего финансового интеллекта, убрать финансовый потолок, пока человек этого не научится, доход не растет. К сожалению, это так. Об этом я рассказываю тоже с вами в конференции, как это делать. Инструменты дают, как это делать. Вот, потому что за годы своей работы, я понял, что только так можно добиться успеха. Просто другой вариант не бывает доказывать. Если вы хоть раз употребляли деньги или вы готовы употреблять деньги, тогда вы не боитесь, страх исчезнет. Вы будете зарабатывать столько, столько вы готовы употреблять. Я повторю, вы будете зарабатывать столько, сколько вы готовы употреблять. Тогда ваше сознание освобождается, и он не боится ни от чего. Знаете, некоторые люди телефон употребляют, неделю ничего не кушают. Потому что они очень сильно зависимы от имущества. Я прекрасно понял, что если финансовый интеллект развивается, и финансовая программа вы научитесь настроить, приключать на том уровне, который вам нужен, Бог даст, у вас страх исчезнет навсегда. Это правда. Деньгами вас никто не напугает, и невозможно даже вас напугать, потому что сам по себе система, которая у вас есть, она в любом обществе работает. Вот что классно. Как вы думаете, что такое инвестирование? Когда рассказывают, что приобрести недвижимость и так далее, у многих людей в голове закладывается так, что, конечно, для того, чтобы приобрести недвижимость, нужны вам деньги. И поэтому вы пишите так, что инвестиции – это вложение денег, чтобы в будущем иметь доход и так далее, и так далее, и так далее. Только один парень писал правду. Я не успел прочитать его имя, но он написал правду. Он молодец, значит, очень хорошо учится. Инвестирование. Сейчас кое-что скажу, пожалуйста, я очень хочу, чтобы вы сами догадали. Я буду рассказывать, рассказывать, рассказывать и так далее. Напомните мне, попозже отвечу на этот вопрос. Я хочу, чтобы вы попробовали искать из моих рассказов между слов, между строк именно этот ответ. А что такое денежный поток? Источник дохода – кэшфлоу, пассивный доход, стабильный прибыл, поступление денег. Про денежный поток скажу, про инвестиции буду между строк говорить. Постарайтесь самому догадать. Хорошо? До конца потом, если что, можете задавать вопрос, отвечу. Денежный поток. Вы знаете, что такое бизнес? Бизнес – это не купли-продажи. Один раз купил, туда продавал – нет. Бизнес – это не сделанная работа. Бизнес – это как речка. Посмотрите, как речка течет. Речка течет стабильно, постоянно. Но она иногда по сезонам чуть-чуть увеличивается, иногда чуть уменьшается. Но она никогда не высохнет. Вот это денежный поток. Вот это как речка. То есть бизнес – это значит, должно быть доход, который как поток идет. Если вы отсюда купите, вот скажу вам такое. Сейчас вы не поймете. Я заметил, что люди, они действуют на несколько категорий. Первая категория – люди, они ищут фишки. Они ищут выгодные сделки. Видимо, покупал машину и продал один раз, немножко имел свою маршрут, доволен ходит. Или выгодно какой-то объект здесь покупал, там продавал и доволен ходит. Они это считают, что... Вот, якобы это их бизнес. Какая-то партия товара выгодно купили, продал. То есть это сделанная работа. Иногда один раз зарабатываешь, один раз теряешь. Один раз получается, другой раз не получается. Второе бывает категория людей, которые ищут удобные случаи на рынке. Например, сейчас пошло вот это все люди начали маски. И начали под этим маском тренды ищут. Тренды ищут. Что в тренде? Вот тренды сейчас маски, давай маски продавим. Тренды сейчас там, не знаю, антисептики, давай эти продавим. Завтра там что-то еще, то и продаем. И так далее. То есть это люди, которые ищут тренды. То есть это люди, которые сезонность ищут. Заготавливают в сезоне это, потом то и так далее. Я делал все эти вещи, ребята. Все это я делал в свое время. И в сезоне там заготавливал рис, чтобы потом продавать. Заготавливал с литра в декабре, чтобы потом весной продавать. Заготавливал там лук осенью, чтобы потом продавать. Платфрукты. В общем, что только не делал, Господи. Все эти вещи я делал. Это люди, которые работают. То есть эти тренды, какой-то год получать, какой-то год нет. Я помню, что я заготавливал огромное количество лука. И тот год цена наоборот упала. И все, многое же испортилось. Ё-моё, я потерял достаточно суммы денег. Один год зарабатываю, какой-то год тряю. В общем, вот так. А потом понял. Я пришел, стал человеком другого категория. Я отказался от эффекта фейерверка. Бух! Один раз такой крутой, а потом еще годами нет дохода. Потом бух! Один раз там крутой, месяцами нет прибыла. Нет, от этого все отказался. Теперь, когда мне предлагают какие-то одноразовые сделки и так далее. Даже какой-то миллион прибыль бы, если бы не было, я отказываюсь сразу. Я говорю, нет, ребята. Мое мышление, он другое. Я другой человек. Потому что опыт накопилось. Я построил системный подход. То есть систему строил. Я построил бизнес, который сначала мне дает, возможно, 500 долларов прибыло. Но каждый месяц. Или тысячи долларов дает. Но стабильно каждый месяц. А потом поработаю, как-то систему чуть-чуть увеличить. Потом чуть-чуть, потом чуть-чуть, потом чуть-чуть. И наступит день, что может быть через год или два он начнет давать 20 тысяч долларов, 50 тысяч долларов в месяц. И потихонечку она растет. 100 до 200 до 100. Вот потихонечку. Но она независимо от сезона года. Независимо от того, что я сплю. Или поехал отдыхать. Или там не знаю, что делаю. Она как поток. Она стабильно приносит доход моей семьи. Вот это денежный поток. Это третья категория бизнеса. Третий подход людей, которые построят системный подход и так далее. Вот я к этому пришел годами. Я думаю, что чем раньше вы придете к пониманию этого, тем быстрее вы добываетесь успеха в деньгах и так далее. Поэтому у меня тоже было, что сделано, я покупал, продавал недвижимость. А потом в какой-то момент я это поставил в поток. Это было здорово. Я просто понял, что мне нужно каждый квартал или каждый год или каждый полюгод сделать кое-что. И это работало. Поэтому любой бизнес превращайте, пожалуйста, в поток. Для большинства людей инвестирование действительно рискованно. Но на самом деле риск заключается в инвесторы. То есть, внимание обратите. Не в бизнесе риск, а риск это в инвесторы. Это означает, что инвестор является рискованным бизнесменом. Он принимает рискованные решения. Он берется за те идеи, которые рискованы. Он берется за те объекты, которые рискованы. А на самом деле риск не в бизнесе, не в продукте, в самом человеке находится. Он себя ведет так. Он принимает такие решения. Поэтому, он, например, когда это понял? Я делал гостиничный бизнес в Алмате в 2009 годах. Смотрите, полно гостиницы зарабатывают, а я иду на минус. Я в Караганде делал детскую клинику, не идет. Полно в мире детской клиники, которые зарабатывают. Я тогда понял. Не в клинике проблема. Что-то с тобой проблема, что не можешь наладить работу. Химчистки. У меня была сетка приема, химчистки и так далее. И если другие зарабатывают в этом бизнесе, и это рабочий модел, а у тебя не получается, извини, это ты проблемный бизнесмен. Не в бизнесе проблема, а у тебя проблема. Поэтому, когда сам бизнесмен такой, он считает, что инвестировать это проблема и так далее, и так далее. Так что инвестировать это не рискованно. Риск это, именно рискованно, это быть в названии грамотным человеком. Вот это большой, большой риск. Самый большой риск. Потому что тебе очень много тряешь. Очень, очень много тряешь. Смотрите, очень много мне пишут, говорят, у меня классная идея. Вы знаете, сколько предложений я слышу в каждой неделе? Каждой неделе моя помощница собирает иногда десятки, иногда двадцатки. Разные предложения, крутые идеи и так далее. Я говорю, нет, ребята, я раньше поддавался идеям, сейчас нет. Понимаете, за каждой великой идеей должен стоять великий человек. Человек, который эту идею могут реально превратить в богатство. В большинство случаев такого я не вижу. В большинство случаев у людей есть какие-то сырые задумки или какие-то там сумасшедшие фантазии. В большинство случаев я не видел. А вы знаете, что надо быть очень сильным духом, чтобы какую-то либо идею превращать в богатство. Это очень сильное намерение, потому что вы однозначно должны пройти через барьеры, через критики, через унижения, через риски. Иногда порою финансовые дефициты, иногда под давлением конкурентов надо работать, под давлением, понимаете, инфляция надо работать. И это под давлением, понимаете, время меняется, продукты меняются, ваш потребитель постоянно меняется, он хочет что-то еще лучше. А вы только-только научились это хорошо делать, он говорит, дай мне другое. Потребитель стал очень капризный и самое главное, он хочет теперь получить больше ценностей, скидки получат, подарки получат, акции получат, еще знаете, доставку получат, высокий сервис получат и меньше платить, черт побери. Сейчас потребитель стал настолько избалованный, это вообще просто. Поэтому за каждой великий идеей должен стать великий человек. Вы видите, всегда помните, что великие идеи становятся великими богатствами, только в том случае, если человек, стоящий за этой идеей, тоже желает стать великим человеком. Кого можно назвать великим человеком? Как вы думаете? По вашим пониманиям, кого вы читаете великим человеком? Спасибо. Два показателя великого человека. Два показателя. Масштаб его цели. Масштаб цели. Почему масштаб цели одно из показателей великого человека? Вы понимаете, что цель, которую вы ставите перед собой, это показатель уверенности в себе. Масштаб цели вашей, это показатель уверенности в себе. Кто-то ставит цель перед собой, зарабатывает тысячи долларов в месяц. Это его уровень. Он сам себя измеряет так, потому что он не уверен, что могут заработать 10 тысяч. Цель человека это показатель уверенности в себе. Поэтому у великого человека вы видите его масштаб цели. То есть это показатель его уверенности в себе, что я справлюсь. Поэтому он ставит грандиозные цели. Второе. Насколько он больше количеством людей был полезным. То есть его идея, его стратегия привел изменения, возможно, миллионам людям. Возможно, мирового масштаба. Понимаете? Возможно. То есть те люди, которые вы написали, действительно, они великие люди. Имена, которые вы написали, это так. Эти люди изменили жизнь миллионных людей. Они принесли пользу. Вот это показатели. Это правда. Значит, первый масштаб цели. Второе. Какую цель нас принесли, чтобы большее количество людям помогли. Поэтому, а теперь, может ли любой человек этим стать? Конечно, да. Если он будет работать над собой по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, он растет. Это как спорт. Вы, поработая над собой, можете два раза больше делать анжимани. Потом поработать над собой пять раз больше. Потом поработать над десять раз больше. Это как спорт. И человек это делает очень счастливыми, очень уверенными. Каждый раз по чуть-чуть, по чуть-чуть, побольше. Я покажу вам мои результаты с 2014 года по 2020 год. Потому что до этого я долги отдал. до 2008 года я накопили заработан на недвижимость хорошо и были мельки небольшие бизнес я продал их почтовый час долги отдать туда-сюда когда трудность в 2014 года до того что сделал чтобы вы немножко представление имели чтобы вы не думали что вообще ты сам можешь то что говоришь делать или нет я пишу вам вот то как есть как из ребята моя особенность то что я рассказываю как я делаю и постарайтесь в нем найти что-то ценное и брать для себя пользу это реальные вещи которые мы делали и реальные вещи которые слава богу есть они алхамдулиллах вот это результаты которые с 2014 по 2020 год именно в недвижимости я сделал вот эти пошаговые успехи которые мы делали это 10-этажный дом построили куджанды это уже 2019 год пошел это общем то что в саде все все сделали в границе афганистане столько вложений ушло и наконец-то купили себе дом бишкеки до этого хороших квартирах жил то есть это для офиса бишкеки 2 тоже мы купили что бизнес-центр построить сейчас стройка идет и вот это суммарные но здесь нет еще капитализация как вы думаете это общее то то что мы делали с 2014 по 2020 год это личное дело своими руками с помощью аллаха как вы думаете если вы если вы умеете водить машину вы можете кому-то научить как водить машину как вы думаете если вы умеете готовит хорошо еду вы можете кого-то научили этого правда правильно вы можете работы на учили если он захочет мы его легко можно обучать правильно здесь тоже сами вся проблема в том что люди думают, что как будто внешняя ситуация сильнее, чем они. Ваш мозг это самый ленивый орган. Самый хитрый. Самый ленивый участок ваше тело это ваш мозг. И оно максимально сопротивляется что-то изменить. Вы понимаете, о чем я сейчас рассказываю? Мы в душе хотим лучшей жизни, но наш мозг ищет тысячи оправданий и говорит, сейчас кризис, у тебя нет денег, наверное, да Владу бы повезло, если Бог не даст, ничего не будет, если не найдешь связи, ничего не будет и так далее. Если у тебя было бы такое образование, если у тебя были бы такие авторитеты, если у тебя были бы такие связи, если бы ты был бы помоложе, если у тебя не были бы эти долги, возможно, если ты улупил кредит, не брал бы, если бы партнеры не подвели бы, и так далее, и так далее, и так далее. Если бы надо было начать в 2000-х годах, а сейчас уже поздно, Ваш мозг, самый ленивый орган, сопротивляется всегда, самый хитрый, питается, загнать вас в том, где вы были вчера. Почему? Год за годом в качестве жизни много изменений нет. Почему? Потому что 99% в вашей мысли, в вашей голове, 99% мыслей, которые сегодня, это вечерашние мысли. Вы каждый день встаете с этими мыслями. И поэтому сегодня опять то же самое. Послезавтра опять то же самое. Год пройдет, и ты видишь, много чего изменений нет в жизни. Мизерные изменения. Когда я говорю о финансовых программах и так далее, я не шучу. О масштаб сознания и так далее. Я реально не шучу, ребята. Я показываю вот эти конференции, по какими схемами построили. Вот это все я сделал. И самое главное, в 2014 году у меня были денег? Нет. У меня был только план, как это делать. Четкое видение, стратегия. И я покажу, и пошагово показываю. И люди, когда послушают эту конференцию, по окончании этой конференции, вы уйдете оттуда, и у вас должно рождаться конкретный план. Без плана не отпустим вас домой. Вот и все. И вы должны уехать, у вас в руках должно быть именно этот план. И въезжайте, делайте. И каждый человек, исходя из того, точка, где он находится. Я не могу сказать, что вы все сразу будете стать чемпионами. Нет. Каждый из вас добьется столько-столько, понял, столько-сколько способен унести с собой. Это похоже, как тренажерный зал. Вы уносите с собой, то есть вы подняете столько тяж, сколько сможете. Поэтому, дорогие мои, ваши собственные увеличения находятся в конце пути. А когда для касаться превращения идей в деньги, доход до конца пути приходится много раз. Много раз вам придется дойти до конца пути. Вам кажется, что вот это конец. Дальше выхода нет. Но конец пути, это когда у вас искать идеи. Поверьте мне, если сегодня идея закончилась, значит, ты уже смирился с этим. Ты уже понял, что это конца пути. Нет. Понимаете? Когда вы чувствуете, что идея закончилась, денег нет. Но если вы сможете себе найти силу идти дальше, что же, на самом деле требуется для того, чтобы добиться большего, я могу вам сказать, это путь бесконечный. Это путь не заканчивается. Вы можете оставить после себя колоссальные задумки, колоссальные стратегии. Вы можете оставить после себя такие вещи, которые 500 лет, 1000 лет будут работать. Это здорово. Поэтому, ну, в тренинге я много буду говорить, вы поймете. Я не хочу вас много задержать. Очень много, правда, тем я там рассказываю. Поэтому по чуть-чуть здесь поставили, чтобы говорить вам хотя бы. Мы там будем обсуждать, как выбрать категорию недвижимости. Недвижимость имеет очень много категорий. Разные виды недвижимости существуют. Например, мы много квартир, не жили дома. Как вы в них зарабатываете? Что надо делать, чтобы вы могли иметь хорошие пассивные доходы или капитализация? Как делиться? Как коммерческим помещением вы можете зарабатывать? Офисные здания и так далее, и так далее. Какие инструменты надо использовать для того, чтобы вы коммерческим зданием могли бы хорошо зарабатывать? Потому что разные категории недвижимости абсолютно разные формули. Ход верить или нет, это так. Как бывает, что, например, Toyota другой дизайн машины и стоимость другой. Скажем, BMW другой или там Жгули, тоже сами недвижимости. У них свои нюансы, свои подходы или складские помещения, как это добиться, как это сделать и так далее. С чего начать? Как к нему подбирать подход? Гостиничный комплекс, развлекательные центры, торговые центры, пансионаты и так далее. Как этого делать? С чего начать? И как поиск делать? Как подбирать почву, земли? Даже если хотите строить, самому строить и так далее. Я очень много алгоритмов даю, чек-листы даю, формули даю, планы даю. И как подходящую недвижимость подбирать, чтобы вы не проиграли. Потому что, если вы не то покупаете, потом продать не можете. Знаете, потом это могут превращаться в проблемы и так далее. Как на все смотреть не глазами потребителя, а глазами инвестора. Я, чтобы вы мне поняли, что такое глазами инвестора, одну фразу покажу. Вот это ручка, я держу в руках ручкой, видите? Но на эту ручку каждый смотрит по-разному. Например, когда вы покупаете, на эту ручку смотрите, она удобная, чтобы она писала, самое главное. Потому что вы не ручку покупаете, вы покупаете возможности писать, возможности фиксировать то, что надо и так далее. Теперь внимание обратить. Но дизайнер, когда смотрит на эту ручку, он смотрит другими глазами. Он смотрит, чтобы эта ручка была максимально красивая. Но когда технолог смотрит на это, он смотрит другими глазами, чтобы максимально она была практичная, чтобы она не сломалась, чтобы она была устойчивая, чтобы при первой трудности она не вылетела его в пружине или там и так далее, и так далее. Теперь смотрите, когда на это смотрит с точки зрения бизнесмена, вам самое важное, чтобы была прибыль на это все. Если прибыль нет, потому что, смотрите, дизайнер очень хочет через эту ручку реализовать свои задумки. Он может благодаря своей крутой фантазии очень сильно подорожать стоимость этого. Технологы тоже сами могут делать. И каждый тянет отдел в свою сторону. Но бизнесмену очень важно, чтобы это была прибыль на него, чтобы он работал не на холостую, жизнь не отдал на холостую, чтобы он что-то зарабатывал. Поэтому, когда дело касается недвижимости и так далее, большой роль играет, чтобы вы могли иметь взгляд инвесторов, понимать, как это делать, как капитализацию сделать или как пассивный доход построить и так далее, и так далее. Это очень, очень важная вещь. Как финансовые рычаги использовать, как денежный поток построить, какая денежная рентабельность из этого недвижимости, норма капитализации и так далее, и так далее. Что нужно делать, по каким показателям двигаться и так далее. В общем, много вещей вы узнаете там. Я же вам говорил, что, знаете, очень много людей просто хотят владеть что-то. Они читают, что я владею это, это здорово. Я владею таким объектом. Я помню, я был такой голодный в самом начале 2000-х годах, в 98-х годах. Я покупал чего угодно. Такие глупые участки покупал. Я помню, такие глупые инвестиции дало. Приобрел там какие-то здорово. Зато лишь бы желание владеть что-то. Это было такое. Но на самом деле ценность и недвижимость основаны на его финансовой отдаче, а не на его стоимость. Он говорит, ой, подешевле, давай покупаем и так далее. Поэтому можете ли вы на это зарабатывать? Это самая важная вещь. Поэтому мы говорили с вами, что вам надо вот эти вещи усваивать. Как это все делать? Я там рассказываю в семинаре, показываю, как это делать. Показываю конкретные формули, как это все работает. Вот. С чего начать и как потом, к чему закончиться и так далее. Некоторые люди мне много задают вопросы о том, что ипотеки брать или нет и так далее. Я там объяснять буду, научу, что надо делать, чтобы это не стало. Потом ваша жизнь не превращалась в борьба за выживание. Иногда люди берут большие обязательства, а потом живут, чтобы просто догнать. Догнать. Жизнь переди них. Они просто работают, чтобы потом догнать до этого. То есть их жизнь проходит борьба со своими обязательствами потом. Как снижать риски? Риск все равно есть. Вы хотите, на хотите, в любом бизнесе есть риск. Вы родились, уже вы рискуете. Уже есть риск, ничего не поделишь. Риск совсем тысячи процентов или сто процентов избавиться невозможно. Но можно его минимизировать, чтобы мы могли управлять рисками. То есть наша задача, что в этом курсе, чтобы вы все, все то, что у вас есть, все то, что у вас есть, по крайней мере, превращали в актив. То есть все, я там в специальной формуле, в специальной системе, по которой заставляю людей фильтровать то, что у них есть. Это просто люди в шоке. Когда они начинают видеть, что многие вещи, которые они вложили в свои деньги, многие вещи, то, что они... Один вопрос задам сразу, кое-какие вещи потом поймете. У меня первый вам вопрос такой. Пожалуйста, внимательно слышите. Из того, что вы приобрели за эти годы вашей жизни, из того, во что вы вложили свои деньги, что из них приносит вам доход? Я повторяю. Из того, что вы приобрели, из того, что вы вложили за эти годы, что из них приносит вам доход? Вы же работали, куда-то давали свои доходы. Вы же работали сами, куда-то же положили. Только честно напишите. Договорились? Только честно надо писать. Что из них реально приносит вам доход? Я не говорю. Знание это невозможно трогать. Если вы не работаете, ваши знания не работают. Я сижу разговариваю, чтобы знания работали на меня. Я говорю из того, что вы действительно без вашей участии могут работать. Знание не читается. Потому что, что мои знания работают, я сам сейчас сижу работаю, видите? Что именно? У большинства людей ноль. Ничего не принесет им доход. Абсолютно ничего. У большинства людей так. Вы верите или нет? У меня там конкретные формули. Когда вы будете заполнять эти таблицы, у вас голова поворачивается. Вы начнете осознавать. И это очень важно, чтобы понимать. Потому что большинство людей приобретают те вещи, которые устареют. Те вещи, которые постепенно изначиваются. И они говорят для себя. По-разному объясняются. Они говорят, ну это же необходимо. Кто-то говорит, это моя мечта. Кто-то говорит, ну это же без него невозможно жить. Ну как бы мы ни говорим, факт, что эти вещи не принесут нам доходы и так далее. Там, именно в этом курсе я показываю, буду рассказывать о том, как надо сделать так, чтобы все ваши активы, то есть как управлять своим активом и так далее, об этом буду показывать, рассказывать и так далее. Никогда не забуду. Однажды в город Ош подошла одна женщина, в город Ош, подошла одна женщина и меня попросила, можно пропустить меня бесплатно, у меня денег нет. Тренинг стоил 200 евро. Я смотрю на нее, вроде бы здоровая женщина, нормально, не инвалид, ничего. Я сказал, киргизнанцы Айджи говорят, Айджи это якобы тетя, да? Она была чуть-чуть старше меня или старше сестра, вот так Айджи говорят. Я сказал, Айджи, я не могу вас пустить бесплатно. Она говорит, почему? Но если вы хотите, можете же. Подарите мне, пожалуйста, ваш тренинг. Я сказал, не могу. Потому что вы не инвалид, вы не сумасшедший, вы полноценный нормальный человек. Я не могу позволить себя относиться к вам, как инвалид. Вы понимаете? Если вы попрошайничаете, Господь открывает вам дверь бедности. Так сказал святой пророк. Если вы стучите дверь прощания, попрошайки, перед вами открывается дверь нищете. Но если вы стучите дверь благодарности, перед вами открывается дверь изобилия. Я ей сказал, я не могу. Потому что вы сегодня у меня моя услуга берете бесплатно. И вам кажется, что это нормально. Завтра вы у пригмахера возьмете, послезавтра у стоматолога возьмете, потом еще у шкатурщика берете, потом еще у кого-то. И постепенно вы дойдете. До еду дойдете, в столовье зайдете и говорите, послушай, покорми меня сегодня. И так далее, и так далее. И наступит день, когда ваше сознание начинает это принимать как естественный образ жизни. И рано или поздно Господь сделает вас инвалидом, и ваша мечта реализуется, чтобы попрощайничать. Но ведь никто же попрощайкам не дает деньги от того, что восхищается ими. Но вряд ли кто-то из вас попрощайкам деньги дает на улице, говорит, какой ты молодец, хороший, профессор провел, я восхищаю с тобой. Но вряд ли. Вы даете им что-то от жалости. Я сказал ей, Айджи, вы хотите, чтобы я вас уважал или пожалел вас? Она сказала, я хочу, чтобы вы меня уважали. И не только вы, хочу, чтобы другие тоже уважали. Я сказала, тогда заслуживайте уважения. Идите, найдите деньги, платите. Вы знаете, первый день был водный тренинг, второй день тренинг был 200 евро. Поверьте, для доход киргизстанцев это в тех годах, это 2010 годах был. Знаете, это очень большой стоимость, 200 евро, потому что зарплата там тоже самое где-то около 100 долларов или 150 долларов. Это больше для кого-то месячный зарплата, для кого-то полтора месячный доход. Но меньше не должно быть. Ценные вещи должны иметь стоимость. Я сказал, Айджи, хотите навсегда изменить свою жизнь, идите, пожалуйста, на этот тренинг, она вам поможет. Вот увидите. И не знаю, откуда. Это, оказывается, мои фразы очень сильно задели ее, она поняла. Не знаю, откуда-то она долго пришла на тренинг. она была на тренинге. Как раз я объяснял, как управлять активами, одну-две формулы давали и так далее, как построить организацию источника дохода и так далее. Я рассказывал, как денежный поток строить и так далее. И вы знаете, проходит через 4 месяца или 5 месяцев вот так. Мне в офисе, я прихожу в офис, моя администрация говорит, вы можете принимать консультацию издалека? Человек приехал, это в Бишкеке. Я говорю, она что, хочет сегодня, что ли? Я говорю, ладно, давайте, пусть подойдет. Я принял, смотрю, это она. Вы представьте, час моей консультации стоит 500 долларов и она оплачивает его спокойно. Я сказал, это же вы, я же помню, вы хотели бесплатно на тренинг попасть. Она говорит, я больше всю оставшую жизнь никогда не буду чего-то брать бесплатно. И вы знаете, что она мне говорит? У меня есть, говорит, 92 тысячи долларов, что делать с ними? Я пришла, чтобы мне показали, что с этим делать. Она поняла мои формули. Это было круто. Эта женщина консультировалась у меня 11 раз за 5 лет. Хотите, скажу вам, до какого дохода она дошла в тот момент, когда последняя консультация ее давала? Последняя консультация ей давала 2014 или 2015 год. Она временами приходила, уходила, приходила, уходила, год иногда один раз, иногда по полтора года один раз. Но тот момент, когда последняя консультация давала ей, ее доход был от 35 тысяч долларов, а в сезонах был 73 тысяч долларов в месяц вы можете сказать реально я вам скажу да реально человек который попросил мне пустить ее бесплатно на тренинг 200 евро не могла платить никогда не забуду эту историю вот так проходит конференция ребята вот так из разных городов люди собираются вот так проходит это иногда по окончании мы делим разные картинки это хужанды был вот много народа видите четыре ряда вот так по бокам очень много народа вот видите очень круто проходит весело проходит скажу очень круто проходит люди потом не хотят уехать даже домой это вот что-то последние дни потом что-то происходит настолько не привыкать как родни становится что они не хотят даже уехать вот год за годом слава богу лучше лучше люди приходят к нам и люди новые темы разные теме у нас каждый год туда отдых и знания одновременно у нас по утрам клуб здоровья приходит для того чтобы закалять характер потому что чтобы великие идеи превращать деньги за него должен стать великий человек человек с характером человек с и человек который метр вносливость есть человек который понимает что это над как это обналичит как это делать и так далее вот таком дух общем проходит это каждый 6 утра на берегу мы тренируемся вот и это было в прошлом году на открытии озеро мы поехали в этом как яхты мы провели последний банкет там это было супер на высшем уровне вот видите 2009 года вот так вот за годом год за годом люди больше 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 проходит если вы действительно поняли что вы реально хотите зарабатывать деньги на недвижимости добро пожаловать мы готовы пожалуйста приезжайте пожалуйста мы ждем вас приезжайте на наши мастер-класс именно где я буду рассказывать про недвижимости пожалуйста очень доступна цена вот 5 дней проходит с 3 заезд до 8 числа 8 отец стоит копейка это один час моего консультация там пятидневный курс это вообще круто вот кому из вас нужен эти знания кому из вас реально эти знания вы видите что хотите вот тот мой опыт повторить хотите знать как я это делал изнутри пошагово по схемам вот такое буду очень рад помочь вам хоть быть полезным для вас сколько сколько сможем для вас будем полезными желаю вам успехов ребята до новых встреч всего доброго